всем привет сегодня вам расскажу немного об инжире инжир у меня хороший смотрите какой замечательный урожай на каждой где листочек везде инжиринка не знаю доспеет не досперед потому что он очень поздно пришел в себя он у меня подмерз тут такие стволы были деревья конкретные какие толстые стволы я срезала и он подмерз и это пустил новые ветки и весеннего урожая не было а вот это летний недавно под осень даже дал урожай хотя бы он дозрел но он еще совсем зеленый но хороший инжир я ему по обрывала листья в этом году экспериментировать не буду просто так оставлял по обрывала листья связала канатом и буду обкутывать его агроволокном самым тонким обыкновенным агроволокном она выдержит это белая такая ткань кто не знает я позже достану покажу вам сниму еще одно видео но этот сорт замечательный у меня три сорта и все три вымерзли сейчас покажу следующий сорт это длинненький такой грушевидный по моему далматинский а этот крымский черный черный принц этот можно в квартире держать он не высокорослый вот это вся его высота он выше не идет ну чуть-чуть может быть ну можно прищипывать это больше для квартир подходит он тоже урожай дает сладкие плоды круглые такие черные обалденные лист тоже я весь сняла и буду его обкутывать агроволокном вот видите стволик какой был толстый 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 был стволик это молодые ветки пустила и вот этот весь померз так жалко я весной ждала ждала веточки были большие толстым ждала пока он пустит и не дождалась а потом он ну из тех которые росли веточки а потом он начал пускать почек молодые прикорневые там от росточки и за лето вот вы выросли хорошие веточки укоренять его очень легко берем молодую веточку вот такого где-то размера листики он все равно сбрасывает можно сразу обломать водичку ставим и она в воде прекрасно укореняется даже можно не пригибать а можно пригнуть землю прикопать там вот молодая тонкая ветка она легко ляжет на землю прикопать вложить полностью инжир я не буду просто обмотаю обвяжу и так стоя их агроволокном и обмотаю чтобы не померз а это инжир у меня белый медовый посмотрите какие стволы были толстенные тоже дерево обалденно и что с него осталось ничего не осталось тоненькие веточки ну тут еще ветки шли в стороны вот так глубоко я их обрезала потому что зачем не лежачие ветки по всему огороду я его кустиком оставлю вот это все красивенько свяжу упакую а почему он померз нас сильных морозов не было мы в одессе живем сильных морозов вообще не было у нас был так мороз минус 5 плюс 5 минус 5 плюс 5 минус 7 потом на следующий день плюс и вот эта разница перепад температуре очень повлиял на инжир но дерево обалденное поверьте сказочная вот с этих почек она дает урожай весной она даже не цветет абсолютно не цветет такие растения интересного еще она сразу начинает набухать вот эти почечки с каждого листочка будет урожай вот вот смотри ведь вот молодое хотела вам рассказать но тут можно даже показать каждого листочка она дает урожай молодая веточка совсем она еще даже не одревенела и она дает урожай вот очень урожайный сорт листики уже сами как бы отваливается потому что чувствует уже осень и начали сыпаться и я внизу уже ему помогла а молодые ветки вот такие я обрезала снизу укореняю кому надо впишите перешлю по очень интересной цене какой напишу в комментариях можно дождаться корней перешлем можно так переслать но очень замечательно укореняется лист у него это повредился наверное вредителями потому что на него напала было такое что-то белое скорее мучнистая роса мне кажется и тля была на нем в этом году не виноград весь пропал не знаю виноград вообще он весь пропал даже не попробовали какое-то наказание в этом году и брызгали его дождь прошел побрызгали опять дождь прошел побрызгали и нет смысла его муж сказал вырублю весь виноград у нас по всему периметру виноград растет он сказал все по вырубываю сорта разные вообще кеша кеша 2 там много сортов изабелла изабелла старый сорт мы его уже даже не смотрим он давал урожай а сейчас мы его немножко укоротили хотели чтобы эти элитные сорта пошли и софия там и лора и аркадия какие угодно кому надо напиши какие у меня есть сорта только не знаю как выбить на даче те же сорта посадили у нас 30 километров от города дать и там есть виноград может быть больше проветривание у нас вокруг он там стенка пас построена за стенкой растет виноград там тоже с той стороны у людей что-то растет у нас с этой стороны в общем проветривание такового нет ну и о винограде ладно это отдельный будет ролик а сегодня об инжире инжир это мое любимое лакомство оно такое вкусное он такой месистый берешь в руку как груша он вот такой формы как груша и представьте вот такие вот инжирины большого размера висят по всему дереву это что-то такое сказочное вы не представляете если хотите это увидеть обязательно посадите у себя на участке его также можно держать в квартире но на листопадное растение вот этот сорт именно этот грушевидный дает два урожая этот один урожай и белый дает один урожай я уже проверила но этот немного высокорослый его нужно обрезать останавливать в росте а черный крымский он низкорослый хороший у меня мало от него черенков будет так как он плохо пустил ну как основные ветки большие я оставила а те что маленькие были было мало верхушки не буду срезать пускай он живет со своими верхушками верхушки тоже можно было посрезать и пустить на укоренение но этого делать не буду если кому понадобится еще черенки вот с этого грушевидного инжира вот еще могу посрезать вам молодые есть веточки с этого еще будут череночки черного мало ну вот такое замечательное растение инжир я хотела вам рассказать а сейчас покажу какое агроволокно я клубнику укрывать собиралась вот так я накрываю клубнику ставлю дуги такие и накрываю вот таким агроволокном клубнику она очень хорошо влага сквозь него проходит температуру на градусов 5 она поддерживает и если я укрываю клубнику она быстрее зацветает быстрее просыпается инжир также тоже первый год я посадила и укрыла агроволокном и было все замечательно а на третий год думаю что сколько же можно с ним морочить голову видите что получилось может быть если была температура одинаковая снежная там зима может он бы не вымерз а у нас вот так получилось ну ладно на ошибках учиться будем учиться и мы на своих ошибках в этом году ошибок думаю делать не буду так как я уже подготовила я купила все что мне надо заготовила вот лист до конца упадет и я начну его оборачивать агроволокном я покажу как я это делаю все доступно а сейчас хотела просто показать как он дает урожай даже осенью а весной это тут вообще море вот этих всех бурулечек будет урожай сказка а сладкий вкусный ну кто ел инжир тот знает а когда он растет у тебя в огороде это вообще замечательное зрелище поверьте мне на этом буду заканчивать свой коротенький ролик всем удачи всем пока хорошего всем настроения весеннего осеннего летнего но сейчас осеннее настроение у нас светит солнышко на дворе плюс 17 настроение хорошее всем пока